О симметрии диаграммы относительно диагонали. Мне кажется, что очень важно сейчас посмотреть на эту картинку и понять, что ничего, так сказать, неожиданного и ничего сверхъестественного в том, чтобы диаграмму вот так вот перевернуть, на языке ноликов и крестиков вообще нет. Давайте я объясню просто. У вас есть последовательность? Крестик нолик, два крестика нолик, крестик нолик, три крестика, два нолика, крестик нолик. Что будет, если вы эту последовательность переставите? Прочитаете строго по обратному порядку. По определению, кто подряд? Все нолики, да? Так, здесь у нас кто-нибудь подряд? Все крестики. Замечательно. Давайте все-таки проэкспериментируем, поймем, как же, что называется, по нашим правилам, такой вот последовательности соответствует диаграмму. Итак, крестик, это нужно идти по горизонтали. Следующий крестик опять идти по горизонтали. Следующий нолик идти по вертикали. Крестик идти по горизонтали. Три нолика, это идти по вертикали. И после этого перекрестика, это, о нет, дальше перекрестика всегда бесконечится, но интересно. Так, а здесь у нас картинка вот такая. Все. Диаграмма, знаете, получилась совсем несложная, вполне себе понятная. Вот такая диаграмма. Все. Ее, так сказать, важная часть, она вот, и вот она такая. А теперь давайте эту диаграмму отразим относительно диагонал. В данном случае это совершенно несложно сделать. У нас получится такая, две полоски по четыре, и одна полоска из трех предков. И давайте подумаем по нашей науке, как записывал это. Очень просто. Крестик, 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 нолик, крестик, нолик, нолик. Повторяю. Крестик, 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 нолик, крестик, нолик, нолик, нолик. Здесь, как положено, все виды бесконечности, здесь, как положено, все кресты бесконечности. Так, содержательные части у нас опять от нулей до крестиков. Скажите, пожалуйста, похожа ли эта штука на эту? Да. Чем похожа? Количество. Три креста, а здесь три нолька. Дальше крест — ноль, здесь ноль крест. То есть мы должны читать в обратном порядке, поменяв нольки на крестики, а крестики на нольки. Понятно? То есть операция крайне простая. Симметрия прямой, которая заменяет нули на кресты, кресты на нули. Эта операция может кажется, что это сложная, например, задача какая-то была и так далее. А на самом-то деле это просто отразили и все. Спасибо. Спасибо.